Адаптация и социализация переселенцев с Донбасса и участников АТО, а также помощь местным жителям. В Одессе стартовал третий курс бизнес-инкубатора «Новый отчет». Его проводят при поддержке Международного фонда «Возрождение», благотворительного фонда «Коритес» Одессы УГКЦ, а также «Импакт Хаб Одесса». Будущим предпринимателям проведут двухмесячный курс обучения. Десять лучших бизнес-проектов получат гранты общей стоимостью 300 тысяч гривен. Подробности узнавал Александр Павловев. За два года работы проекта «Новый отчет» 462 человека подали заявки на участие в нем, 152 человека успешно прошли обучение и 95 человек защитили свои бизнес-проекты. Гранты на открытие своего бизнеса получили 31 человек общей суммой 1 миллион 800 тысяч гривен. Что ждет участников проекта в новом сезоне, расскажет Анна Подобригора, координатор проекта «Новый отчет». Анна, расскажите, что в принципе такое проект «Новый отчет»? Проект «Новый отчет» это бизнес-инкубатор, который направлен для переселенцев, воинов АТО и в этом году местных жителей. Проект направлен на социализацию и адаптацию путем открытия своего бизнеса, своего дела или хотя бы самозанятости в Одесской области, в городе Одесса. Что включает в себя обучение? Это какие-то тонкости ведения бизнеса, либо это общая программа экономическая какая-то? Это достаточно разнообразный и широкий спектр лекций, интерактивов и взаимодействий. В основном это бизнес-конва, это проектный менеджмент, финплан, маркетинговый план, это подбор персонала, это множество мероприятий, которые направлены на взаимодействие и коммуникацию, нетворкинги с предпринимателями города Одессы, ну и, конечно же, предпичинга и защита проектов. Кто проводит эти тренинги, насколько они действительно высокого уровня и насколько воспринимаются легко теми, кто пришел на обучение? Знаете, к нам приходят на обучение люди, стартаперы, у которых нет ни одного года опыта, но и также люди, у которых бывает от 15 до 20 лет опыта ведения личного своего бизнеса. Поэтому наши мероприятия достаточно разнообразны. Есть основная программа, которая состоит из 16 занятий, но есть и факультативных занятий. Наши спикеры и лекторы – это как сотрудники Impact Hub Одессы, так и действующие бизнеса, которые уже реализовались здесь и которые дают отличные, хорошие бизнес-лекции. В этом году бизнес-канву будет читать редактор журнала «Ля Бусоль», которая открыла прекрасный журнал «Костина». Это те предприниматели, которые уже есть в городе и могут поделиться своим опытом. Позволить проводить такие обучения для переселенцев и воинов АТО позволяет финансирование Международного фонда «Видроджиня», который уже третий год поддерживает бизнес-инкубатор «Новый отчет» в городе Одессы. Как к вам попасть? Какими качествами должен обладать человек? Потому что не каждый способен стать предпринимателем. Что необходимо? Нужно было подать заявку. Заявка была достаточно непростая. Около 30 вопросов, где вы должны были объяснить и расписать свою идею. Почему вы хотите этим заниматься? Какие навыки, знания, возможности до финансирования или какие-то информационные вещи у вас уже есть для того, чтобы начать этот бизнес? После подачи такой заявки с вами связывался специалист, который детально обсуждал бизнес-заявку и наличие возможности вас поддержать. Что для нас важно? Для нас важно, чтобы вы действительно хотели открыть свой бизнес и чтобы мы могли помочь с помощью нашего обучения и грантовой суммы, которая есть для реализации вашего бизнеса. Если ваш бизнес требует финансирования до 30 тысяч, то, конечно же, к вам. Если этот бизнес более широкий, мы не сможем вам помочь. Сколько человек подали заявки в этом новом сезоне? Какие наиболее интересные проекты? Подали заявки 250 человек. Они очень разноплановые. Знаете, оказывается, очень много людей, которые хотят менять мир. Строители, которые есть бригады от сантехников до газосварщиков. Есть спортивные интересные проекты, которые хотят развиваться тоже в городе Одессы. Это также здоровое питание. Такие проекты, как яблочные чипсы, приготовление интересных варенья и другого здорового питания. Критериев около 8. Каждый раз мы приглашаем уже бизнесменов Одессы, которые могут оценить полностью бизнес. Сами мы не принимаем участие в оценке бизнеса, потому что мы проходим обучение достаточно плотно и качественно общаемся с ними. Это реалистичность бизнеса, выхождение бизнеса на прибыль. Ну и достаточно много таких финансовых показателей, которые скажут о том, что бизнес можно запустить сейчас, что бизнес будет действующий и он будет приносить, конечно, экономическую выгоду. Те, кто не попал в эту десятку спонсируемых проектов, что с этими людьми? То есть есть ли у них шансы начать свой бизнес, попробовать в других подобных проектах себя? Я думаю, конечно, да. И это говорит о том, что бизнес-сообщество, которое уже организовалось нового видлика, достаточно активно взаимодействует. Говоря о статистике, выпускники предыдущего нового видлика, 50% тех, кто не получил финансирование, все равно открылись. И если можно, приведите несколько примеров удачной интеграции людей, окончивших этот тренинг. Ну, например, Ольга Гус, спортсменка, которая приехала с Донецка и загорелась идея открыть скалодром. Сейчас концепция уже реализована, она находится в Академии имени Попова, где можно со спокойностью пройти у нее мастер-классы. Также Ольга делает раз в месяц бесплатные мастер-классы для переселенцев и воинов АТО. Это те люди, которые хотят действительно социализироваться и быть полезными для общества и для развития в спорте. Также у нас есть проект Бонжорно, это итальянское мороженое, которое сейчас активно расширяется, уже, скажем так, открывает вторую, третью точку в городе, активно ищет персонал среди одесситов. И в свою очередь тоже делает бесплатные мастер-классы. Это те люди, которые не только получили грант, но и готовы теперь делиться тем, что делают своими руками. Спасибо вам за интервью, желаю удачи вам и людям, которые у вас учатся. Спасибо.